Сегодня мы поговорим о биткоине и о P-индикаторе вершины цикла Вокруг него много суматохи, потому что все говорят о P-индикаторе вершины цикла и о том факте, что он стремительно приближается Если вы не знаете, что такое P-индикатор вершины цикла, по сути он идентифицирует предыдущие вершины биткоина Основываясь на пересечении этих двух скользящих средних И мы видели их пересечение ранее три раза Первая это 111-дневная скользящая средняя И вторая это 350-дневная скользящая средняя Ну что, всем привет, вы на канале CryptoCommons И сегодня, да, мы посмотрим офигительный видос от Бенджамина Коуэна Вот этот вот, который называется Bitcoin PI Cycle Top Спасибо за перевод этого видео в серфе Мы посмотрим его буквально через минуту Но сначала я хочу вам сказать спасибо всем, кто был на стриме сегодня с Тоном Вейсом Мы задавали замечательные вопросы Всем, кто смотрел стрим Респект Кто еще не смотрел, посмотрите обязательно Сейчас он появится сверху Надо выучить такие большие сиклы Надо прыгать на эти схемы, как Юносвап и Чейнлинк Если мы идем на биткоин Вот сколько людей пишут биткованный код Кто пишет код Dash? Сколько имен ты можешь назвать? Значит, это не децентрализованный проект Сразу отвечу на вопросы, которые многие писали в чате после стрима Что поменял ли я свое мнение о Dash и о бальткоинах вообще Нет, конечно же, ничего я не поменял Я просто хотел услышать мнение Тона и раскрыть его позицию Не собирался с ним спорить Но мы обязательно еще устроим дебаты в следующий раз, если вам понравилось А по Dash все остается в силе По-прежнему я удерживаю Dash BTC Long Вот на месячном таймфрейме, посмотрите, у нас только-только первая зеленая месячная свеча наклевывается И RSI выходит из перепроданности Поэтому, конечно же, лонг Все, как мы с вами обсуждали, как минимум на отскок Но Тонвейс просто сам биткоин-максималист И на этом упор делает Поэтому вот так вот Ну, в общем, ладно, спасибо, что смотрели Если вы первый раз зашли на канал, обязательно подписывайтесь Ставьте лайк и погнали к Бенджамину Прямо к контенту Итак, давайте вернемся назад во времени И посмотрим на разные пересечения пи-вершин цикла Одно было в 2013-м, в начале 2013-го И оно было в апреле Оно было определено как пи-вершина цикла Но я бы не определял его как вершину цикла рынка Потому что в итоге нас вытянуло бустами И мы шли наверх до конца года Где был еще один пик в ноябре 2013-го Так что было две пи-вершины цикла И потом была еще одна пи-вершина цикла Здесь, в декабре 2017-го Так четырьмя годами позже Была еще одна пи-вершина цикла И так в целом, опираясь на исторические движения Когда они пересекаются, пи-индикатор вершины цикла говорит Окей, с момента пересечения мы примерно в трех днях от локальной вершины Сегодня они сходятся более или менее близко Мы следили за этим последние несколько месяцев Если мы измерим расстояние при их нынешнем положении Мы увидим, что сейчас они примерно в 2,5-3% друг от друга Так что у нас есть еще какое-то время перед тем, как они теоретически пересекутся Если мы их экстраполируем, мы можем предположить, что они пересекутся в течение Следующих нескольких дней или недель Например, это экстраполяция линейной от их нынешнего положения И опираясь на нее, они пересекутся в течение недели или около того Тем не менее, мы знаем, что они завязаны на цене Так что то, что будет с ценой биткоина, может повлиять на то, пересекутся они или нет Если вы вернетесь к предыдущему циклу и посмотрите Мы были близки к пересечению в сентябре 2017 И в то время расстояние между ними составляло около 8% И потом они опять разошлись ненадолго Перед тем, как пересечься в декабре Так что мы знаем, что у них есть способность подходить близко друг к другу Это было 8%, и потом они разошлись обратно на 15% Или около того Так что мы знаем, что есть вероятность того, что это случится Что может спровоцировать подобное Должна случиться весомая коррекция в краткосрочной перспективе, как эта Это может заставить их разойтись в следующие несколько недель Еще кое-что, что надо держать в уме Как я всегда говорил про все модели Мы знаем, что все модели не верны Некоторые полезны В той же манере, эта модель не доказала какую-либо предсказательность Она была разработана после предыдущих пиков Так что мы не знаем, пока будет ли она предсказательна Таким же образом, модели, о которых мы говорили на канале немного больше Такие, как наши полос регрессии и тому подобное Все то же самое Мы пока не знаем, будут ли они предсказательными Потому что мы следили за ними только в этом цикле рынка Так что мы наблюдаем что-то вроде столкновения всех этих вещей Но что я бы сказал, это то, что если каждый индикатор, на который вы смотрите, указывает на то, что все должно остыть в следующие несколько недель Я не думаю, что много людей удивятся, если что-то подобное произойдет Например, представьте себе сценарий, где у биткоина происходит еще один взлет И мы поднимаемся еще выше И если это случится, есть очень и очень высокая вероятность, что в ближайшем будущем Мы увидим пересечение этих двух скользящих средних И если мы увидим это пересечение И мы также будем решительно двигаться в нашу полосу регрессии и пиков И также мы посмотрим, например, на месячный индекс силы Который я опять же не знаю, насколько полезен Потому что он может оставаться перегретым значительные промежутки времени И он будет просто продолжать говорить вам, что рынок перекуплен или перепродан А цена может сильно меняться в это время Но если вы посмотрите на месячный индекс силы И это индекс относительной силы Грубо говоря, если он ниже 30, значит рынок перепродан Если выше 70, он перекуплен Сейчас он на 92 И для биткоина мы видели локальные вершины На уровне примерно 97 И мы быстро приближаемся к нему Итак, представьте сценарий будущего, где наступает апрель Мы вошли в полосу регрессии Мы получили пивершину цикла И также мы видим, что месячный индекс силы поднялся до 97 Это большое количество индикаторов, которые, грубо говоря, говорят одно и то же Это просто еще одно напоминание, что, конечно же, никто не знает, что случится Всегда защищайте себя, управляйте своими рисками, чтобы не оказаться слишком вовлеченным в рынок Если что-то такое случится, и вы собираетесь заработать на этом Да, и хочу напомнить, друзья, что на бирже Femex меньше чем через два дня стартует Femex Trade Arena соревнования Вот наша команда CryptoCommons, ссылка в описании, вы все еще можете вступить в нее И попробуем, поторгуем Торговать нужно в паре BTC и USD И весь PNL зачтется Соответственно, если мы покажем хорошие ROI, то можем получить часть вот этого приза Ну и напоминаю вам про то, что биржа дико удобная Здесь есть как отличные спотовые пары с нулевыми комиссиями Так и много фьючерсных контрактов на крипту и на золото, на все альткоины дефайные Так что Dogecoin недавно залистили Биржа офигенная, обзор сверху Очень много полезных фишек всяких, типа саб-аккаунты, брекет-ордеры И попробуем порвать всех в этом состязании по биткоину Добавляйтесь к нам в команду Вот такое вот видео от Бенджамина Спасибо за перевод в серфе Спасибо, что смотрели Ну и собственно вот, все нормально с альтами Не ведитесь на провокации Биток к доллару и крипта к доллару возможно пойдет в коррекцию скоро Но альты к биткоину уже просто, ну посмотрите, какая тут коррекция Так что смотрите сами Не финансовый, конечно, совет, дисклеймер Ну вот, посмотрите тот же Dash USD Все тут нормально вообще Мы только-только начинаем движение на месячном таймфрейме Так что не финансовый совет, дисклеймер Всем профита, на связи Это канал CryptoComments И увидимся в следующих видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok